Друзья, всем привет! Разложился я вот так вот красиво уже на рабочем столе. Хочу начать какую-то сборку по гоночному болиду. Хочется примерить к поворотным кулакам наши замечательные карбоновые рычаги, потому что они уже готовы и некоторые я даже собрал. Собирать приходится в кондукторах и, как мне видится, кондукторы не нужно выбрасывать. Они будут лежать и жить вместе с продолжительностью жизни всего болида. Стараюсь добиться максимальной симметрии. Вот такая получилась отделка после покраски. Здесь я пометил, что это верх. Ну и не только верх, а еще и что рычаг левый. Потому что хоть рогатка и равнодлинная, но она все же имеет небольшую разницу в лучах. Буквально на пару миллиметров и очень легко при этом ошибиться, когда уже буду устанавливать на рабочий гоночный болид. Решил сегодня продолжить собирать колесные узлы, а для этого придется победить очень-очень много мелочей. Во-первых, у меня образовались косяки, друзья. Все-таки не безгрешен я в этом плане, но они устраняемые. Вот смотрите, сюда просто не лезли рычаги, был очень маленький ход, а сбоку вообще не лезли. Поэтому пришлось мне тут фрезернуть. Боль в том, что это уже были готовые и мало того заанодированные детали. А я вот так вот получается немножко тут уже поиздевался, проточил все заново. Пришлось проточить такую еще канавку под фиксирующий винтик, потому что рычаги у меня не простые. Сюда вставляется шаровый подшипник. Вот и закручивается титановой гайкой. Ну а чтобы она не выкрутилась, я решил фиксировать титановым винтиком. Вот именно под него сделан тот самый карманчик. Так как у вас ранее уже возникали вопросы, что здесь слишком тонкое ухо, то ухо я стачивать сильнее не стал. Пришлось на поворотном кулаке порасширять здесь все, чтобы рычаг начал свободно ходить. Также нужно, ребята, очень много всяких втулок сделать, чтобы оно не болталось. Вот так, а чтобы оно нормально плотно входило и центрировалось и хорошо ходило. Также еще выяснились другие косяки. Я здесь немножко перепутал и поставил шарнирную головку на 10, хотя отверстие и резьба у меня на 12. То есть тут нельзя уже никак втулками сыграть. Тут, получается, надо обязательно пересверливать резьбу, чем мы сейчас и займемся, и вставлять 12 шейс. Так что, как видите, ничего страшного. Все эти косяки легко устранимы, но стоит попотеть. И самое главное и очень важное, никогда нельзя накапливать эти мелкие работы. Надо обязательно их сразу дорабатывать и делать законченные узлы. Аккуратно зажал, теперь попробую просверлить. Очень, конечно, печально, что так получилось, но куда деваться, надо исправлять. Главное, чтобы не провернула деталь, а то вся красота на смарку. Ну что ж, одной мелочью меньше. Кто только знал, как я не люблю делать болты, но придется, друзья. Потому что титановых такого диаметра я не могу купить. Радует, что надо сделать всего лишь две штучки. А вот М12, наверное, несколько штук надо будет сделать. Вот так идет процесс. Болты будут длиной 50 миллиметров, ориентируясь в пауце. Стоп! По идее должен быть шаг-полтора, но надо бы перепроверить. Да, точно шаг-полтора. Перепроверяем, все сходится, а то бывают косяки, а титанчика у меня очень мало такого. Поставил новую очень модную пластину, решил наконец-то на новую поставить. Хотя и та еще работала, но нам нужно сверх гипер качество, поэтому по максимуму буду. Слышно, что режет очень легко. Резьба, как всегда, на грани какой-то фантастики получилась. Контрольная авиационная гаечка, все прекрасно накручивается. Очень мега плотненько. Видите, даже прикусывает немножко, но пойдет, я думаю. Ну и отрезание естественно в разбивку. По-другому абсолютно никак. Сделал два роскошных болта, теперь приступил к изготовлению 8 фигурных втулок. Втулки под шаровый подшипник. Как видите, он довольно глубоко посажен и нужно сделать некие вещи, чтобы можно было прижимать болтом, чтобы была опора и на нижние рычаги и на верхние всего 8 штучек. Нужно будет сделать. У меня вот такой кусочек, друзья, титана остался. Есть еще один огрызок такой же маленький, но на другие вещи. По ходу хватает даже титана на все вот эти вот ходовые части наши. Но это не точно. С обратной стороны у меня обрубок сверла застрявший. Другие сверла не сверлят. Сверло марки Р9К5. И этим я сверлю на самых минимальных оборотах. Ниже, видите, уже некуда. Оборвало сверло, потому что я пожадничал и слишком глубоко заглубился. И плюс титан нагрелся чрезмерно сильно. Из-за этого все там заклинило просто и все. Втулки все разномастные. Покажу на примере одной и покажу, как это работает. Нужно, чтобы часть заходила вот в этот кругленький шаровый подшипник, чтобы центрировалась. Потому что здесь отверстие на 15, а у нас резьба на 14. Поэтому аккуратно проходим первые 5 миллиметров. Толщина стенки здесь всего лишь 0,4 миллиметра. Проверяем посадку. Должно все свободно заходить без всяких напряжений. А иначе потом не разберешь всю эту кухню. Можно работать дальше. И отрезаем. Все просто вроде бы, но количество 8 штук не радует. Скрупулезная, нудная, долгая работа. Вот они готовые на сегодняшний день детали. Завтра постараюсь еще чуть-чуть поточить и уже, наверное, соберем рычаги. Работает это следующим образом. Между двух втулочек откалиброванных точных. Зажимается шаровый подшипник и вот так вот он здесь слегка шевелится. Ну а на рычаге это выглядит вот так. Степень свободы небольшая, но будем надеяться, что достаточная и вставляем. Фиксируем болтом. Можно теперь даже примерно прикинуть, что получается по ходам. Ну явно ход больше 50 миллиметров, миллиметров 100 где-то. Что нас вполне устраивает. Осталась степень свободы вот здесь. Но сюда я еще втулочки не выточил. Но пока предварительно можно прикрутить, посмотреть и без шайбок, как это работает. Болты тоже надо другие, это из мягкого титана. Вот, друзья, вот он рычаг. И вот его хода. Здесь уже все плотненько в этой области. Ну а здесь пока что еще раз хлябано. Заточил твердосплавную фрезу. Да-да, ребята, так бывает. Купил в Китае фрезу, но она пришла тупая. Отдал пять штук. Ну вот так бывает, пришлось затачивать ее. Установил болт на, наверное, одно из самых моих лучших изобретений. Это вот такой поворотный столик. Используется постоянно и работает превосходно, жесткость просто сумасшедшая. И даже то, что здесь 500 делений по кругу, мне никак не мешает. Работа по титану дело такое, но процесс идет хорошо и очень даже мягко. Просто быстрорезными сверлами по титану ловить нечего вообще. А здесь идет как по маслу. Получилось 4 вот таких красавца, 4 очень классных титановых болта. Я их облегчал естественно. Вот смотрите, видите, внутри просверлено до сих пор. Ну а на длинных просверлено до сих пор. Работа заняла 2-3 часа. Изначально вес был 250 грамм. Смотрим сколько сейчас. То есть получается 60 грамм примерно я облегчил тем самым. Отлично, друзья, отлично. Три часа не пропали даром. Идем дальше. Ну что же, кое-какие мелочи я все-таки смог победить. Вот они все детали, выполнены за этот межвидосный период. К сожалению, работы по мелочевкам настолько объемные, что я не сумел заняться тормозами. Доделать кое-какие здесь детали. Вот например, как эта вставка. Тут железное надо на люмишку переточить. Не успел диск проточить и не успел заняться дифференциалом поставить стопора. Но по ходовой почти все работы выполнены. И сейчас, ребята, мы будем собирать. Так как самого гоночного болида у нас пока что еще нет в наличии, ну не изготовился еще. Но уже есть ходовая часть вся. Я на шкаф установил точки крепления строго по 3d модели. И сейчас мы посмотрим, как работает ходовка. Пришло то время, пришел тот час, друзья. Это точная копия того, что должно быть в реальности. Со всеми углами, со всеми высотами. Подрассчитал под большие колеса, потому что забортированы только большие. Зафиксирую, чтобы все было жестко, понять есть ли люфты. Такая степень свободы, пока еще нет верхнего рычага. Сейчас установим, посмотрим, что будет. Вот он верхний рычажок. Самое интересное, что все совпадает. Вот видите, никаких сайлентблоков тут и в помине нет. Даже мыслей не возникает об установке сайлентблоков. Видите, друзья, и без сайлентблоков подвески делаются. Бывает именно такого типа. Есть одно печальное обстоятельство. Вот сюда в реальности надо будет тоже кучу втулок. Получается сверху и снизу с каждого шайлентблок. Степень свободы будет чуть больше, но она и уже достаточная. Осталось нам прикрепить вот сюда. Здесь есть одна маленькая хитрость в виде огромной шайбы. Есть вероятность, что вот этот подшипник шаровый может просто выскочить куда-то и у нас отвалятся колеса. Чтобы этого ни в коем случае не произошло, у нас есть специальная шайба, которая шире, чем подшипник. Вот такая хитрость. Степень свободы есть, есть. Закручиваем. Что это так мало ходит? Ненормально. Смотрите, вот эта шайба гигантская. Она будет нас немножечко защищать. Снизу там в одном месте немножко упирается. Надо будет ещё буквально чуть-чуть доработать бормашинкой, чтобы увеличить ход подвески. Ну а сейчас мы можем дополнить тормозами и одеть колеса. Увидеть, как оно уже в реале получается. Таким вот образом, удлиняя или укорачивая этот рычаг, можно настраивать схождение задних колес. Всё здесь довольно плотно, довольно узко. Хода очень маленькие, но тем не менее настраивать можно. Ладно. 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 Бог. Смех. По-нормальному это и есть весь ход подвески, запланированный для данного болида. Всё помещается. Под тягу уха нормально расположено. Ничего ему не мешает. Будет ещё обратный ход. То есть примерно 4-5 сантиметра вверх ход и 2-3 сантиметра обратный ход, ход отбоя. Даже при условии, что здесь всё зажато, у нас всё получается. Я очень и очень рад, что смог победить практически всю эту мелочевку. Долго она меня гложила. Правда тут ещё очень много сборки, друзья, надо выверить каждый рычаг, отъюстировать. Всё это я буду делать по кондукторам и всё это я теперь могу скомпоновать, потому что мелочевки готовы. Я их просто на рычагах поскручиваю болтиком все эти шайбочки и рычаги комплектно с болтиками и шайбочками будут храниться. Ребята, просьба поддержать все мои вот эти вот страдания донатикам, хотя бы небольшим, хотя бы малюсеньким. Всё-таки мне будет от этого очень приятно и это мне очень поможет. Вы уж поверьте, в наше тяжёлое время по-другому ютуберу прям тяжко живётся, без донатов просто никуда. Заметьте, диайвай-блогеры практически все пропали с радаров. Я тут пытаюсь отдуваться, можно сказать, за всех и день через день выпускаю видео. Надеюсь, это так и продолжится, хотя надо мне будет отвлечься как-то тут всё покомпоновать. Так что если я пропаду на пару-тройку дней, то не переживайте, я очень быстро вернусь обратно в строй. Я тут так подумал, что эта телега может уже даже ехать и поворачивать может даже. Вот это да, вот это прикол. Как вы думаете, стоит ли создавать предварительную модель? То есть из досок и фанеры сбить некий ящик, чтобы понять расположение и компоновку в очередной раз. Или довериться 3d модели и сразу делать по ней. Жду, что вы скажете на этот счет. Ну а у меня на этом всё. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите. Лойсом всем пока, до новых встреч, друзья!